Мечты сбываются. 20 ирбитских семей получили свидетельство на улучшение жилищных условий. За последние 12 лет это рекордное количество молодых семей, попавших в федеральную программу. Счастливчиками стали многодетные и неполные семьи, в которых только один родитель. Одно свидетельство также было вручено супругам, не имеющим детей. Чтобы стать участником федеральной программы «Жилье для молодых семей» не обязательно быть многодетными родителями. Хотя, конечно, такие семьи в приоритете. Однако среди получателей свидетельств сегодня есть семьи, в которых один или два ребенка, а также те, у кого дети только в планах. Главное основание участия в программе – возраст членов семьи до 35 лет и нуждаемость в улучшении жилищных условий. Многое зависит от претендентов на участие в программе. Они обязаны проходить перерегистрацию и подтверждать свою платежеспособность ежегодно. Семья Ворончихиных с этим справилась. Мы ждали 6 лет и не надеялись. Мы все знаем, что приоритет отдан многодетным семьям. Мы не являемся таковой, поэтому каждый раз звоним, узнаем, надо, не надо. Все равно приходим, уточняем. И, наконец-то, благодаря тому, что в этом году от федеральной программы 20 семей у нас получают, и мы тоже смогли в этом году. Не факт, что в следующем году мы попали бы, потому что до 35 лет. То есть у нас уже и возраст уже в следующем году бы не позволил. Так что вот, это был последний год, поэтому для нас это чудо. Чтобы чудо произошло для 20 ирбитских семей, по условиям программы необходимо было выделить из муниципального бюджета 10% от расчетной стоимости жилья, которое приобретут семьи. Только в этом случае еще 30% консолидированно выделяется из областного и федерального бюджетов. Оставшиеся 60% – это собственные средства участников программы. Кроме того, две семьи, которые стали сегодня обладателями свидетельств, смогут воспользоваться государственной поддержкой. У нас есть еще государственная поддержка молодым семьям, которые были ранее или сейчас участниками программы по обеспечению жильем молодых семей. Они имеют право получить за счет областного бюджета дополнительную социальную выплату при рождении ребенка, в последующих годах, так скажем, при усыновлении ребенка в размере 10% от расчетной стоимости жилья. Примерно 170 молодых семей в Ирбите нуждаются в улучшении жилищных условий. Сегодня очередь уменьшилась, но, как правило, это количество восстанавливается в течение года новыми семьями. Те, кто уже стоит на учете и желает попасть в программу в 2020 году, должны пройти перерегистрацию в жилищном отделе администрации до 1 мая текущего года. Лариса Воложанина, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев, НТС Ирбит.